Так, в общем, всем здрасте. Тема доклада, тема доклада Continuous Delivery на практике. В принципе, это то, чем я занимаюсь в процессе своей работы в Корсофте. То, что я пытаюсь внедрить, изучаю и попытаюсь показать на пальцах, как это круто, как это работает. В общем, начну с рассказа, что это такое и описание основных идей. Как видно по этой иллюстрации, с развитием методологии разработки, в принципе, все стремится к тому, чтобы вот эти временные отрезки, при помощи которых мы разделяем этапы разработки какого-то продукта, становились все меньше, меньше, меньше. То есть бизнес хочет получать результат намного быстрее. Проще всего это, наверное, объяснить на примере тех же стартапов, о которых сегодня уже говорили. То есть основная мысль стартапа какая? Мы можем полгода пилить какой-то продукт, основанный на какой-то идее, вылизывать его и через полгода провалимся, потому что кто-то эту нишу уже занял. Если мы зайдем с другой стороны за полтора-два месяца, сделаем какую-то бета-версию с половиной нерабочего функционала и будем постепенно ее допиливать, но при этом уже имея фидбэк от пользователей, то шанс добиться успеха будет намного выше. И как бы continuous delivery, в принципе, очень круто в этом может помочь. Потому что действительно, как видно из слайда, время от того момента, когда заказчик чего-то там захотел, до того момента, когда мы это сделали, протестировали и отдали ему, стремится действительно к дням и часам. Основная идея – быстро выпускать продукт или какие-то отдельные фичи, или какие-то обновления. Делать это качественно и гибко. То есть, чтобы всегда у нас был шаг влево, шаг вправо. И технологии, которые нам позволяли подстраивать вот эту методологию под разработку любого продукта. Будь это веб-приложение, десктопное или мобильное. В принципе, с точки зрения любого проекта, то, что я сказал, веб-это, мобильный или любой другой, условно можно разделить на какие-то определенные этапы со своими границами. То есть, сначала мы разрабатываем какой-то код, тесты, которые этот код проверяет, какие-то конфигурации. Все это где-то храним, чаще всего в репозиториях. Затем, когда это у нас есть, можем уже делать какие-то билды проекта, сборки. Запускать тесты, проверять код на качество, собирать метрики. На основании этого получать какие-то отчеты и оценивать, как мы что сделали, хорошо ли это. Затем подключать уже на следующем этапе тестировщиков, которые ручками и глазками это все просмотрят. И поднимать флажок заказчику и говорить, мы готовы отдать вам новую фичу или новую версию продукта. Если немного конкретизировать, то, в принципе, схема работы примерно выглядит так на проекте. Есть разработчик или разработчики, которые пишут код и тесты, которые его проверяют. Тестировщики пишут функциональные автоматические тесты. Все это лежит в едином репозитории Git, который мы используем. И дальше процессом Continuous Integration или Continuous Delivery уже занимается Continuous Integration Server Jenkins, на котором настраиваются проекты, конфигурация, указывается, о чем и как. Собираем, тестируем, анализируем. При этом в нашем частном случае, так как мы делаем по большей части веб-приложения, используются автоматические приемочные тесты при помощи Selenium и фреймверков. На основании того, как наши тесты проходят, мы, в принципе, можем решить, вываливать новое обновление или нет. Если где-то что-то упало на середине сборки, то явно что-то мы сделали не так. Надо смотреть, исправлять и запускать билд еще раз. В принципе, 4 кита, наверное, 4 основных принципа, на которых основывается процесс Continuous Delivery, это автоматизация, логирование, тестирование и возможность отката. Немного подробнее, что имелось в виду по каждому из них. Первый кит – автоматизация. Ясно, что без автоматизации вы не сможете быстро и качественно собирать изменения в коде, быстро их проверять автотестами от разработчика или тестировщика, быстро делать какие-то обновления баз данных и также быстро выдавать на гора уже протестированное обновление. Поэтому делается что? Процесс делится на какие-то условные этапы. Затем каждый из этапов поддается экспертной оценке. То есть что мы здесь можем автоматизировать, чтобы мы каждый раз при повторении какого-то действия экономили сколько-то времени. Это все автоматизируется, на каком-то из проектов что-то хорошо сработало, мы это решение запоминаем, переносим на другой проект. Здесь мы уже еще раз экономили время. И вот так вот по кругу это все крутится. То есть от проекта к проекту какие-то новые требования или задачи могут меняться, какие-то из этих задач подойдутся автоматизации. И вот так вот мы постепенно накапливаем базу готовых решений. Логирование. В принципе большинство инструментов, которые мы используем, они имеют возможность давать нам информацию о том, как проходят процессы, насколько они успешно проходят, что упало, кто в этом виноват и так далее. То есть по мере того, как происходит процесс сборки проекта, на каждом из этапов мы должны собрать максимум информации, чтобы мы узнали не только, что именно сломалось, но и как это произошло. Для этого мы сохраняем эту информацию, затем мы ее анализируем, чтобы если в рамках, например, одного билда нам непонятно, что произошло, случайно это ошибка какая-то или действительно какая-то она стабильная, то на протяжении, например, 10 тестовых сборок по закономерности мы можем определить, что действительно где-то у нас есть узкое место и нужны фиксы. Ну и плюс логирование, естественно, нам сразу показывает, где и что пошло не так. То есть, например, если упали юнитесты у разработчика на начальной стадии сборки проекта, то ясно, что дальше уже его тестировать нет смысла. Разработчик должен исправить ошибки и затем отдать на тестирование. Тестирование. Как бы, естественно, кто сталкивался с тестированием, в принципе, должны понимать, что тестировать любое приложение можно на различных уровнях. То есть, в чем плюс вот этого? Опять же, если разработчик пишет самые низкоуровневые юнитесты, которые проверяют конкретно его код, то если они падают, то тестировщику не надо руками что-то проверять. И скорость прохождения вот этих вот тестов намного выше. Это секунды или минуты. Руками тестировщик будет это проходить полчаса, час, полдня, я не знаю. То есть, чем ниже у вас расположено тестирование в этом процессе, тем быстрее вы получаете результат, быстрее замечаете ошибки, узкие места и быстрее их исправляете. То есть, намного проще исправить ошибку, как только вы ее допустили, чем когда, например, вам о ней написал заказчик. И у вас появляются недовольные клиенты. При этом, как бы, есть такая сложность в этом процессе, постоянной доставки, в том, что страшно начинать. Потому что, в принципе, мы привыкли, что доставляем мы продукт как бы сами руками. И что всегда есть где-то мысль, что вдруг что-то пойдет не так. Вдруг мы поломаем систему, которая, в принципе, до этого работала. Во время того, когда мы какую-то новую люшечку будем доставлять заказчику на живой сервер. Для этого используем мы возможности гид-репозитария, то есть, возможность откатить изменения. Плюс, на примере того же UI framework, мы используем миграции баз данных. То есть, грубо говоря, это одновременно два плюса. Во-первых, при помощи миграции мы можем с нуля развернуть базу данных, полностью ее структуру таблиц и так далее. в автоматическом режиме. И при этом, если у нас правильно сделаны миграции, то мы можем точно так же откатить эти изменения. Вот есть у нас уже как бы наработанная база инструментов и технологий, которые мы используем. В принципе, вот это вот самые основные. Наш Continuous Integration Jenkins, система контроля версии кода GIT, Selenium для автоматизации функциональных тестов, фреймворки B-HUD для приемочных тестов, PHP-Unit для нескоро-ровневых тестов, Sonar, который, в принципе, мы пока еще долго не ввели в процесс, но очень крутая штука, которая показывает очень много метрик качества кода. То есть, в принципе, показывает, насколько у вас качественно пишется и насколько у вас живой код. Fink, ну, тоже как бы средство автоматизации сборок. Сейчас я покажу как бы скорее идеальный вариант, как это должно быть на примере того же Jenkins'а, который мы используем. Плюс Jenkins'а в том, что, кроме того, что он сам по себе бесплатный и активно развивается, у него есть очень-очень-очень много плагинов. Один из них — это pipeline-плагин, грубо говоря, труба-провод. Смысл в чем? В том, что каждый из этапов сборки нашего проекта делится на... В смысле, наоборот. Сборка нашего проекта делится на определенные этапы. От сбора новых изменений из гид-репозитория до прогона юнит-тестов, функциональных тестов, еще, может, каких-то тестов и до вынесения новой версии кода на какой-нибудь тестовый стейджинг-сервер. Делается что? Вот эти вот процессы все выделяются в отдельные задачи, которые друг за дружкой цепляются. То есть, грубо говоря, если где-то посередине процесса у вас упали тесты и упал билд, то следующие этапы будут просто пропущены, так как нет смысла тратить время на них. Вот это вот дашборд Дженкинса. Нас интересует вот эта вещь. То есть, в принципе, если использовать терминологию Дженкинса, есть джобы, какие-то проекты, что ли, или процессы, на которые мы разделяем сборку и цепляем их друг за дружкой. Это в идеале. В принципе, пока у нас таких особо крутых, крупных проектов нет в Дженкинсе, и, в принципе, не так много у нас тестов, чтобы мы это все разделяли на отдельные джобы. Поэтому сейчас у нас на каждый проект, который есть в Дженкинсе, есть просто свой джоб, и подзадачи уже в этом джобе как-то разбиваются. Плюсы вообще самого этого подхода и минусы. Без них тоже никуда. Первый плюс. Много различных инструментов. То есть, мы для себя выбрали то, что нам больше понравилось. То, в чем у нас был получен положительный опыт и так далее. Но одновременно с этим рядом есть куча решений, и платных, и бесплатных, которые и кроссплатформенные, и завязаны на какие-то платформы, какие-то языки программирования и так далее. То есть, выбрать есть из чего. Хорошая комьюнити, в принципе, у каждого из них есть. Плюс технологии самой по себе. Мы всегда проверяем свежий билд. То есть, когда мы нажали кнопочку «Билд» в Дженкинсе, то мы уверены, что будет проверяться самая последняя, самая свежая версия нашего продукта. Не вчерашней, не недельной давности и так далее. Благодаря этому мы получаем самые актуальные сведения о состоянии системы. Например, какие-то тесты попадали, что перестало работать. Благодаря тому, что мы всё это лагируем, мы получаем подробные отчёты. И для разработчика, где он что-то не так написал в коде, если у нас это контролируется. Те же, например, самые простые стили кодирования. Либо тестировщик получает отчёт, он видит, что упало, и в принципе, в какую сторону ему изначально смотреть и копать. Огромный плюс — это проведение регрессионного тестирования. То есть смысл его в чём? Что если мы что-то подкручиваем в нашем проекте, то не факт, что в другом месте что-то не отвалилось. Поэтому из раза в раз тестировщику приходится заниматься, наверное, самым нелюбимым его делом. Когда мы добавили какую-то одну мелкую фичу, ему надо просмотреть всю систему в общем. То есть автотест позволяет от этого избавиться и дать ему больше времени на другие более интересные задачи, более нужные. Ну и, естественно, автоматизация. То есть если это всё автоматизировано, то это очень круто выглядит, потому что быстро работает и даёт массу полезной информации. Теперь к минусам. Минусы. Необходим отдельный сервер. Ну, для Jenkins. В принципе, эту проблему мы решили тем, что Jenkins поставили на виртуальную машину и, в принципе, ресурсов много на это не потратили. Затраты на поддержание инфраструктуры. Что это значит? Тут как бы инфраструктура, скорее всего, со стороны человеческих ресурсов. То есть нужен человек, который в этом будет разбираться, читать статьи, ходить на семинары, вебинары и так далее. То есть который сможет это поставить, настроить и всегда вам ответить на вопрос, либо найти какой-то новый крутой нужный плагин. Обучение людей. Здесь тоже как бы своя особенность, потому что обучение людей должно происходить на всех уровнях. То есть нам надо научить тестировщика этим пользоваться, читать эти отчёты, и чтобы он понимал, куда ему смотреть в первую очередь, куда копать. Научить разработчика. Как бы обращать внимание на то, что, например, юнитесты попадали у него, значит, ему нужно сразу смотреть в код и делать исправление. Нам надо научить менеджера. То есть запускать эти билды и не отмахиваться от результата. То есть, в принципе, вот эти вот отчёты будут результатом работы команды. Если добавлена новая фича, все тесты прошли, то менеджер может быть спокоен. Если что-то не так, то появляется повод для беспокойства. И что самое интересное, как бы нам надо обучать и заказчика. Потому что в процесс доставки мы вводим и заказчика. Мы даём ему доступ в эту систему. И если мы эту систему полностью построили, даём ему большую красную кнопку, которая называется «Я хочу свежий билд». То есть, как бы, скорее, самый простой пример – это мобильные или десктопные какие-то решения. То есть, группа говоря, заказчик может зайти к нам на сервер, нажать кнопку, и буквально через три минуты получить новую версию своего мобильного приложения на свой iPhone или iPad. И быть безмерно счастлив. Это реально круто. Конечно, ещё, как бы, такой своеобразный минус – это затрата времени на написание и поддержку тестов и со стороны разработчика, и тестировщика. То есть, минус здесь в чём? В том, что если разработчик с самого начала не пишет юнит-тесты, то надо его заставить как-то поверить, что это действительно работает. Потому что нет смысла заниматься continuous delivery, если у вас ничего нет, никаких тестов. Вам нечего автоматизировать и нет основания, опираясь на которое, можно будет построить этот процесс. Плюс к этому ещё вам нужно убедить и менеджера. Потому что, если кто-то сталкивался, когда ты к менеджеру подходишь и говоришь «Слушай, а давай мы попробуем начать писать тесты параллельно с кодом, чтобы у нас было всё круто, мы на ранних этапах видели, что у нас упало и так далее», то менеджер как бы задумывается, говорит «Блин, ну мы и так вроде не успеваем и не знаю, кого тебе дождать на это дело». То есть, вот в этом тоже большая проблема. Менеджеры боятся это делать. Теперь, так как у нас Continuous Delivery на практике, я покажу небольшой пример, который будет состоять примерно из трёх частей. Вообще, настройка проектов в Jenkins состоит из видимой части, невидимой части и результатов, как бы прохождения наших билдов, тестов и так далее. То есть, в чём плюс Jenkins'а? Что очень много мы можем сконфигурировать при помощи ну просто браузера. Вот. И настроек на самом деле очень много, плюс чем больше плагинов, тем больше настроек. Но я выделил все основные. Во-первых, это разграничение доступа. То есть, на каждый проект мы делаем разграничение доступа, чтобы, как бы, те люди, которые непосредственно заняты в этом проекте, разработчик, тестировщик, например, и заказчик, только они имели к нему доступ. Затем, то, о чём я говорил, что исходный код хранится у нас в гидропозитариях. Это настраивается вплоть до того, что при обновлении исходного кода проекта также параллельно обновляется исходный код каких-то сторонних саб-модулей и так далее. Всё это очень гибко и очень круто. Запуск сценария FING, как бы это средств автоматизации сборки. Затем, после билда мы получаем кучу различных файлов с отчётами, которые Jenkins нам тоже помогает отобразить, показывает какие-то метрики, проценты прохождения тестов, покрытие кода или что вы там ещё будете смотреть. Всё это настраивается тоже. Ну и куда без нотификаций. То есть чаще всего нотификация отправляется разработчику, тестировщику и, если это интересно заказчику, то и заказчику. Как прошёл билд, в каком он состоянии. Вот примерный XML-файл конфигурации утилиты FING. То есть то, о чём я говорил, что у нас проекты пока не настолько крупные и не так много тестов различных, чтобы мы вот эти вот подзадачи выделяли как отдельные процессы и их связывали. Сейчас мы это разруливаем при помощи FING. Он позволяет какие-то отдельные подзадачи оборачивать вот в такие вот таргеты, как сейчас выделено на слайде. То есть каждый таргет это какая-то отдельная небольшая подзадача. Какая-то, например, сдача на очистку кэша, не знаю, запуск тестов или ещё чего-нибудь. Также мы используем PHP-юнит для того, чтобы прогонять юнит-тесты. Ну и плюс, как вариант, он же нам может выдать и метрики покрытия кода. Вот. С невидимой частью закончили. Теперь как бы результат, который мы получаем на выходе. Вот это пример дашборда проекта в Jenkins. То есть, в принципе, здесь на этой детальной странице мы видим самую основную информацию, которая нам необходима. Во-первых, то, о чём я говорил, что мы храним информацию о последних билдах. Насколько я помню, сейчас мы устанавливаем время хранения информации о билдах в 14 дней. В принципе, пока этого достаточно. С чем это связано? С тем, что иногда бывает информации довольно много и смысла забивать жёсткий диск сервера, ну, в принципе, нет. Плюс здесь же мы видим результат выполнения тестов. То есть, видно пик, что когда-то был такой момент, когда всё попадало. И какие-то билды тоже заканчивались неудачно. То есть, в принципе, если тестировщик сюда зайдёт, он сразу знает, куда смотреть. Плюс одновременно, если заказчик сюда заходит, он может посмотреть, какие были сделаны изменения, может быть, какие тесты попадали. То есть, есть у нас такой опыт, что как бы у заказчика со своей стороны тоже есть команда тестировщиков. Договорились так, что на основании отчётов Дженкинса его тестировщики будут ориентироваться, куда им смотреть в первую очередь. То есть, какой функционал у нас либо перестал работать, либо он нестабильный и так далее. Если мы откроем какой-то конкретный билд, то здесь мы увидим более подробную информацию. То есть, здесь, в принципе, я показал пример. Здесь, к сожалению, не видно, что внесены какие-то изменения, но видно, что упало шесть тестов. То есть, и что билд был произведён автоматически. То есть, в принципе, мы взяли такую за основу концепцию, как ночные билды. То есть, грубо говоря, функциональные тесты выполняются при помощи реальных браузеров на виртуалках. Поэтому иногда, ну, например, 150 тестов занимают прохождение на Firefox около часа. То есть, днём, в принципе, делать это не рекомендуется, потому что виртуалки также используются и тестировщиками для каких-то там задач. Поэтому мы это перенесли на ночь. Если посмотреть результат выполнения тестов, то мы увидим, чего прошло, чего упало. Если тесты написаны правильно, то по вот этим вот описаниям, даже не заходя в каждый какой-то конкретный тест, тестировщик поймёт, в какой секции возникли проблемы. как бы вот это наверное один из показателей качества нашего продукта на данном этапе. Насколько он хорошо работает, насколько он стабилен. Также, опять же, если вернуться к логированию, во время выполнения билда мы получаем вот такой вот вывод из консоли. То есть, грубо говоря, если, например, у нас не получилось забрать свежую версию кода из репозитария, или, например, сделать обновление базы данных, то вот здесь мы это увидим и поймём, где чего исправлять. И после перезапуска билда, то большой шанс есть, что он пройдёт успешно, как в этом случае. Что даёт введение вот этой вот технологии? в первую очередь мы увеличиваем объём и значение автоматизированного тестирования, опять же, на всех уровнях. То есть, со стороны разработчика мы должны как-то к нему подойти, найти подход и заинтересовать его в этом, показать ему пользу. И со стороны тестировщика, то есть, чем меньше он будет тестировать одно и то же каждый день, это ко второму пункту об уменьшении объёма ручного тестирования, то тем больше он сможет охватить систему целиком. То есть, если вот эти вот агрессионные тесты будут автоматизированы, то получается тестировщик сможет проверить больше вариантов, которые он сможет придумать за счёт того, что у него появилось свободное время. Это нам повысит область покрытия тестами, и повысит нашу уверенность в том, что продукт действительно работает качественно и стабильно. Большой плюс ещё в чём? Инфраструктурные роли не вовлечены в выпуск какого-то обновления фичи или релиза. Что это значит? Обычно происходит как? Когда мы готовы выкатить обновление заказчику на его живой сервер, то мы что делаем? идём к разработчику и говорим «Ну, давай, с Богом, попробуй залить, проверить и скажи, что там как, залилось или нет». В данном случае нам разработчик не нужен. За нас это делает автоматика, естественно, под каким-то контролем со стороны. То есть кто-то из тех отдела или тот же менеджер, например, может одним глазом посматривать. Но, конечно, на первых порах это страшно. И скажу честно, мы до этого не дошли. То есть такие вещи пока делаем руками. Ну, при помощи, конечно, некоторых сценариев, которые это более менее автоматизируют, но всё равно разработчики пока на это тратят время. То, о чём я говорил насчёт того, что мы вовлекаем бизнес, даём ему возможность решить, когда он хочет получить новую версию продукта. Действительно, если он утром написал, например, письмо или создал где-то таск, что добавьте мне такую рюшечку, и действительно, мы, например, за полдня её смогли сделать, протестировать, то он может зайти, нажать кнопку, и эта рюшечка у него появится. И он будет безумно доволен и счастлив. Благодаря этому мы получаем как бы благосклонность клиента. Благодаря тому, что мы работаем более прозрачно и даём ему доступ ближе к проекту и больше информации, мы получаем больше доверия. Естественно, во время проекта, как бы мы не учитывали риски, не закладывали их, появляются какие-то шероховатости, где-то что-то не получается. Если клиент будет нам больше доверять, он будет проще к этому относиться. И от этого выиграют и все. И он, и мы. Ну и как бы такой ключевой лозунг автоматизация ключ ко всему. Без автоматизации построить этот процесс просто невозможно. Поэтому необходимо использовать все эти утилиты, приложения и так далее. Но если всё это вместе связать, это реально очень круто выглядит. ну куда без полезных ссылок материалов. В принципе, вот это, наверное, самые популярные две книги, которые проскакивают в презентациях и докладах на эту тему. И ссылки на плагин для Дженкинса и вообще основы Continuous Delivery. Вопросы? Насколько целеописообразно пытаться внедрить этот подход уже на существующем проекте? То есть, когда проект уже долгое время развивается и продолжается развитие, но изначально он не предполагал этого подхода. Пытаться подкрыть код тестами и так далее. Имеет это смысл? Насколько это трудоемкий процесс? Я понял вопрос. Я тебе отвечу так. Смысл есть всегда. То есть, просто не нужно впадать в крайности. То есть, мы как бы либо автоматизируем всё, и пишем тесты абсолютно на всё. Это нереально. Особенно на живом уже проекте. То есть, проще к этому подойти по этапам. То есть, выделить какие-то конкретные основные фичи в проекте, которые действительно важны, либо какие-то нестабильные, в которых, например, раз в месяц находятся какие-то новые баги. и начать вот эту автоматизацию вот с этого. То есть, не пытаться сразу охватить всё. Естественно, так не получится. И как бы по опыту чаще всего, но в наших реалиях, это сводится к тому, что кто-то в нерабочее время начинает это пилить, показывать менеджеру, менеджер видит, что это круто, и постепенно начинает все друг друга вот так вот придуждать. То есть, кто-то всё равно это должен начать. Смысл есть. Какое выигрыш во времени от применения этой системы? То есть, на изготовление проекта или на изготовление какой-то части операции? Ну, как бы сложно ответить. Ну, как бы давайте я вам так отвечу. Например, как бы на живом проекте, где и тестировщик, или разработчик активно вот этим вот пользуются. Прохождение билда на вот этом проекте с запуском тестов, ну, например, 5-10 минут. Если тестировщик будет проверять этот же самый функционал руками, это у него займет 3 часа, например. Может и больше, но возьмет 3 часа. Ну, то есть противоположность разработчики представляют тесты всё равно проще будет. Да, естественно. Но те вещи, которые как бы юнитесты не показывают, могут показать автотесты. Естественно, что мы на 100% тестами ничего не покрываем. Но вот эти вот вещи нам позволяют на первой стадии сразу видеть, где что валится. то есть нам заказчик не тестировщик через три часа приходит и говорит, что у нас здесь баг, что упало или не работает. Вот, например, из 5 минут билда на 3-е минут что-то упало и разработчик сразу идет и фиксит. То есть выигрыш в этом есть. Если это применять, действительно выигрыш есть. еще такой момент. Есть ли выигрыш в том, когда 4-е разработчики начинают делать четырьмя разными задачами, соответственно собирают какие-то общие файлы, можем ли при помощи толстом выяснить, если они все сольются, зашли и по детали и все в таком да. То есть как бы ну здесь к сожалению на сприншоте не видно, но когда у нас начинает собираться отбилд, то у нас отображается какие были сделаны коммиты и кем репозитари вплоть до того какие файлы были изменены. То есть мы можем разобраться как бы что было изменено и кто это сделал. То есть чьи например изменения нам откратят грубо говоря. То есть это не проблема. Ну гид как бы для этого сделан грубо говоря. Чтобы как раз 4 разработчика друг с другом вот так вот особо не пересекались не ломали фичи друг друга. То есть это тоже в этом помогает. скажите а периодически в дальнейшем возможно создание системы полностью автоматически без участия живого тестера? нет объясню почему самый простой пример как бы форма плода картинки где-нибудь которая сделана при помощи флеша если писать автотесты населениями то с авоскриптовыми формами мы отлично справляемся но флеш как бы для нас это как закрытый ящик мы его не видим не можем до него дотронуться нам проще дать тестировщику задачу проверить именно вот этот процесс который у него займет 3 минуты например чем нам убивать неделю на написание супер крутого теста то есть все автоматизировать невозможно и делать это не нужно есть какой-то объем функциональности которая для нас критична вот ее в первую очередь мы автоматизируем и все вопроса первый как организован деплой уже ножевой сервер если у вас промежуточный тестовый сервер откуда continuous выкатывает пил для ручной проверки до конца мы процесс пока этот еще недопилили то есть деплой у нас все равно производится руками при помощи того же финга и так далее но сам дженкинс дженкинс мы еще это не даем делать то есть мы пока боимся это делать стейджинг есть но опять же как бы тоже скорее руками мы это делаем то есть дженкинс на стейджинг тоже это не уваливает но вы каждую итерацию получается перед тем как выкатывать на боевую выкатываете на стейджинг это от проекта к проекту то есть даже не у всех проектов есть например тут же чисто стейджинг сервер и еще один вопрос там где есть мы как бы делаем где нет то нет что вы делаете с тестированием сложного клиентского фронтенд бизнес логики больших объемов юроскрипта и так далее у вас тестировщики сидят и прокладывают во всех браузерах каждое изменение ну получается что просто селениум здесь уже не спасает никак потому что в той же опере может начаться веселье где его никто не ждал никогда ну есть конечно свои минусы и ну нет золотого такого решения которое всем поможет то есть вы в общем вы надеетесь на селениум а руками тестировщик проверяет фронтенд только уже если фидбэк от заказчика пришел а у меня дома не работает ну как бы мы все равно тестами не обкладываем сто процентов не покрываем то есть как бы то что мы обложили проверяют тесты все что кроме этого проверяет тестировщик то есть в принципе он может конечно где-то еще цепляет то что автотесты проверили но в основном он новые вещи проверяет то есть смысл больше в этом у нас то есть чтобы от вот этой вот регрессии освободить тестировщика насчет решения проблемы кроссплатформности это то же самое что проверка там бёрст питая и так далее но пока автоматизировано мы это не проверяем пока не научились то есть тестировщик руками садится и на всем зоопарке проверяет ну да то есть какие-то оговоренные грубо говоря браузеры на которых должно работать ну приходится так делать спасибо 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 спасибо